Любите ли вы чебуреки? Странный вопрос. Кто же их не любит? А часто ли вы их едите? Вот и я не часто. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Чебурек это хрустящая корочка в пузырьках. Чебурек это много горячего ароматного сока. Чебурек это здорово. Но нездорово, конечно. Однако, иногда, можно себе позволить парочку. Думаю, что готовить их умеют все. Ну, если не все, то подавляющее большинство точно. Мне попался на глаза рецепт теста для чебуреков, в составе которого была водка. Мне стало интересно попробовать. Еще я подумал, что тем из вас, кто никогда не готовил чебуреки из такого теста, будет интересно посмотреть на результат, ну и сделать свои выводы. Имею ввиду, готовить в следующий раз такое же тесто на водке. Или не морочишься голову и замешивать, как обычно. Пройдем уже на рабочее место и приступим. Начнем. Начнем мы с муки. И если бы до конца точным, то с теста. Для замеса я воспользуюсь своим универсальным агрегатом. Это значительно быстрее и проще, чем мешать руками. Если вы вмешиваете тесто руками, то месить его нужно долго. Об этом чуть позже. Итак, сначала муки 2 стакана. Стакан у меня 250 миллилитров. Набираю я муку нютрамбовую. По весу 2 стакана получаются приблизительно 320 грамм. Теперь соль 1,5 чайной ложки. 4 столовых ложки растительного масла. Теперь 1 среднее яйцо. 4 столовых ложки водки. Примерно 50 миллилитров это получится. Внимание! Очень важное отступление. Разная мука обладает разной способностью к влагопоглощению. Например, в Москве я, как правило, пек из муки сакольческого комбината. Так вот, на 320 граммов этой муки для теста на пиццу у меня уходило 190 граммов воды. А здесь я использую для пиццы местную муку. И чтобы получить тесто правильной консистенции, правильной плотности для пиццы, беру на те же 320 граммов муки только 170 граммов воды. Поэтому начните готовить тесто, например, для пельменей. Завесьте точное количество муки. Завесьте точное количество соли. Замещите тесто, не добавляя ни грамма муки дополнительно. Завесьте получившийся шар теста. Оттуда отнимаете вес муки, вес соли. И запишите то количество воды, которое у вас ушло, на тесто вот этой консистенции. И в следующий раз, когда будете читать очередной рецепт, вычисляйте, насколько надо скорректировать количество воды именно для вашей муки. С таким подходом вы наверняка не промахнетесь, и все рецепты с тестом у вас будут получаться просто идеально. Мое тесто замесилось. Да, если вы вымешиваете тесто руками, то делать это нужно не меньше 15 минут. Для того, чтобы глютен в тесте набух, оно стало эластичным, и стали в тесте образовываться, начали глютеновые цепочки. Про глютен, глютеновый цепочек, глютеновый каркас и важность длительного вымешивания я подробно рассказывал вот в этом ролике. Если еще не видели, обязательно посмотрите. Накрою тесто пленкой и оставлю в покое. А сам займусь фаршем. Фарш для чебуреков можно делать и из говядины, и из баранины. Главное, чтобы он был сочным. Лучше всего, конечно, мясо порубить ножами, а лук очень мелко нарезать. Ну, то есть, делать все точно так же, как фарш для хинкаля. Ну, я сегодня снимаю без своих помощников-операторов, поэтому проделаю все по упрощенной схеме. Воспользуюсь мясорубкой. И еще добавлю много петрушки. Маленький секрет. Чтобы получить очень сочный фарш, в него надо добавить воды. А чтобы фарш при этом не потек, эту воду нужно связать. То есть, получить эмульсию. Если температура вашего фарша во время всех процессов рубки, перемешивания и тому подобного не поднимается выше 12 градусов, и вы интенсивно его перемешиваете, то жир, имеющийся в мясе, свяжет воду, и вы получите ту самую эмульсию. Поэтому используйте жирное мясо, используйте ледяную воду, контролируйте температуру, и вы получите чудовищное количество сока в ваших чебуреках. Соли я кладу из расчета 15-17 грамм на килограмм мяса. А теперь остается только все замешать. Чтобы фарш во время приготовления меньше нагревался, я использую следующий прием. Выдерживаю металлические части мясорубки в холодильнике. Понемногу добавляю воду. Фарш готов. Давайте приступим к чебурекам. Сразу поставлю греться масло для обжарки. Чебуреки надо есть горячими, а больше, чем с двумя, мне не справиться. Поэтому отделю два кусочка теста, а остальное беру в холодильник до приезда детей из школы. Раскатываю до толщины примерно 1,5-2 мм. Очень тонко не стоит делать, может лопнуть. Теперь выкладываю начинку. Смазываю контур разболтанным яйцом. И аккуратно склеиваю все. Надо постараться весь воздух из начинки удалить. Иначе в горячем масле этот воздух мгновенно раздует чебурек и, скорее всего, он лопнет. Вот и все. Давайте жарить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимаю пробу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Божественная начинка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хрустящее тесто. Фантастика. Давайте посмотрим, что там с соком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, итого 25, почти 30 миллилитров сока с такого небольшого чебурека, я считаю, очень неплохо. Просто прекрасная штука. Что касается теста. Я, признаться честно, прям вот такой вот большой разницы с тестом без водки не почувствовал. Возможно, нужно производить более серьезные исследования. Возможно, нужно одновременно замешивать тесто с водки и без водки и одновременно их выпекать. Само по себе. Хорошее эластичное тесто. Хрустит. Пузырчатое. Эластичное. Но эластичность, я считаю, это заслуга все-таки вымешивания. А отнюдь не водки. Будете хорошо, долго вымешивать тесто, у вас будет нормальный глютеновый каркас. Тесто будет эластичным. А чебуреки прекрасные. На сегодня это все понравилось. Вы знаете, что надо делать. Да, тут некоторые подписчики делают некоторые выводы о моей позе. О закрытости о зрителях, так сказать. Так вот, открою вам маленькую тайну, режиссерско-операторскую. Я сейчас нахожусь в кадре с ограничением. Валя, если я просто опущу руки, это будет некрасиво, они будут обрезаны. Так тоже руки обрезаны. Поэтому вынужден их складывать либо здесь, либо размахивать руками. Новые зрители и старые зрители тоже. Загляните, пожалуйста, в описании этого видео. Там вы найдете ссылки на соцсети, на ВКонтакте, на Инстаграм. Там я размещаю, во-первых, анонсы будущих выпусков, а во-вторых, фотографии тех блюд, которые не готовлю на видео. Думаю, вам будет интересно. И специально для вашего удобства я все видео на канале объединяю в плейлисты. Заглядывайте в плейлистах, искать нужные вам видео гораздо удобнее. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok